На улице Сахарова почти впритык к четырем высотным домам собираются втиснуть 16-этажку. Неизвестная компания захватила всю придомовую территорию. Сюда выгрузили бетонные блоки, вырыли траншеи и начали возводить забор. В субботу жильцы перекрыли подъезд к стройплощадке своими машинами и устроили митинг-протест. Здесь была милиция, администрация и сами застройщики. Юлия Федорова расскажет все подробности. По техническим условиям это просто невозможно здесь строить дом. На митинг против строительства нового дома вышли жильцы сразу четырех высоток. Две недели назад они узнали, что вплотную к их домам, прямо на территории детской площадки, газонной трансформаторной подстанции будут возводить 16-этажку. Приходил юрист компании застройщика, адвокат. Он не предоставил никакой доверенности, а он просто предоставился, что он адвокат. И он нас уверил, куда бы мы ни жаловались, все равно здесь будет стоять 16-этажный дом. Людей поставили перед фактом, а уже через несколько дней здесь появилась тяжелая техника, бетонные блоки, забор и началась стройка. Вдруг приехал грузовик с плитами и кран. И начали сгружать плиты там. Но это наша придомовая территория. Какой дом может быть здесь? Вообще абсурд. Пока дети резвятся на бетонных плитах, прямо за их спинами рухнула часть забора. Чудом никто не пострадал. Эта территория – единственный в окрестности уголок для местной ребятни и еще сохранившаяся зеленая зона. Если построить здесь высотку, к домам не сможет подъехать даже пожарная техника, говорят жильцы. А сотни квартир в одночасье окажутся в тени и без воздуха. Этажность домов и расстояние между домами не соблюдается. С точки зрения экологии воздуха здесь не будет, потому что будет устроительная пыль. В течение тех лет, которые будет строиться этот дом. Сегодня единственный подъезд к стройке жильцы перекрылись своими машинами и организовали круглосуточное дежурство. Тяжелая техника разворачивается и едет обратно. Мы поднимаемся утром и начинаем по очереди меняться. Кто куда отъехал, опять машину поставили, опять стараемся так, чтобы здесь не было проезда. Стройка нарушает границы придомовой территории. Втиснуть сюда 16-этажку просто немыслимо, утверждают жители окрестных домов. Если мы отсчитаем от каждого дома по 20 метров, то построить здесь 16-этажный дом даже практически невозможно. Это можно построить трубу. Представители Суворовской райадминистрации признают, работы по возведению высотки на Сахарова 32 незаконны. Декларации о начале строительных работ никто не видел. Советуют жильцам провести геодезическое обследование и уже с ним идти в мэрию. Как повлиять на застройщика в райадминистрации не знают. Мы не согласуем это строительство. Данный вопрос надо задавать управлению капитального строительства. Здесь повсюду одни недострои. Кому понадобился еще один, жильцы так и не смогли выяснить. Согласно документам, застройщикам значится компания под названием «Нью Лайф». По данным Единого госреестра, это предприятие зарегистрировано всего два месяца назад. Ни в официальной справочной города, ни в сети интернет никакой информации о компании мы не нашли. Юридический адрес тоже не подтвердился. Ни опыта проведения строительных работ, ни соответствующего персонала, ни материальных средств, необходимых для проведения строительных работ, в этой организации нет. Почему нет? Потому что, если мы посмотрим в раздел «Размер уставного фонда», то мы увидим, что размер уставного фонда этого предприятия всего лишь 2000 гривен. Но мы прекрасно понимаем, что 2000 гривен сегодня для строительной организации – это воздух. Представитель компании «Нью Лайф» Алексей Абрамов на встрече с жильцами не обронил ни слова. Только слушал и запоминал. Все вопросы обещал переадресовать чиновникам мэрии. Заказчиком данного строительства является город, управление капитального строительства города Одессы, которое прошло все экспертизы, все согласования, с которыми у нас есть договор о сотрудничестве, на основании которого мы строим. Попытка возвести здесь 16-этажку пресеклась еще в 2008 году. Тогда на основании заключения ГАСКО строительство было остановлено. Проект развития этой территории в прошлом году рассматривался в мэрии. Здесь собирались устанавливать спортплощадку и новый детский уголок. Но вопрос замяли. Юлия Федорова, Валентин Мирза, 7 канал.